Вот здесь стресс догонял, как бы, и вот как раз врач, тот самый, в скорой помощи, значит, пришел. И он, значит, следователю рассказывает, что начал с того он вообще, думаю, с чего он начинает, как-то странно, как-то. Значит, что он человек неверующий, как-то странно, это же неископитальный, и он не мне говорит, а следователю. Значит, и дальше, говорит, это чертовщина какая-то, то есть, ну, а что там, все, верь, значит, получается, да. Значит, и, да, пусть не светлая, но темная, значит, ну, а неископитальная чертовщина какая-то произошла. И дальше говорит, что это не была как массовая галлюцинация, потому что не могла это все показаться, потому что и кровь оставалась свидетельством, проверяли мальчика кровь, нечая, это кровь, это его была кровь. Но когда ему здесь смыли, все, не нашли ни царапинки, бесшовно все срослось, даже кожа срослась бесшовно, как будто не рвалась никуда. Ладно, это было еще одно начало. Да, да, его догола раздели, хирург не видел, конечно, то, что было на дороге, потому что видел врач скорой помощи, но он тоже был в шоке, потому что мальчика разделит прием, но было ощущение, он объяснял, что как будто переодели его по дороге в чужую одежду, потому что под одеждой все было, то есть, на одежде было видно, что среды должны быть повреждения травмы на теле, но под одеждой было чистое голое тело, как будто бы оно не было там подвержено никакому воздействию, там, нежность. Вот, поэтому это было невероятно. Ну, а пока его раздевали, осматривали, с ним еще и разговоры, можно проверить в этом состоянии, как он там с головой? Значит, отвечал адекватно на все вопросы, хорошо, но здесь ждал сюрприз врачей. Представляете, его расспрашивают, значит, и хирург по дороге, ну, по ходу разговора узнает пацана и говорит, стоп, ты у нас лежал уже в хирургии? Да, вот лежал, хирург, я же, как-то, лежал в хирургии. Было связано с мотоциклом, тоже падение какой-то там, значит, перелом был, значит, у него зажило хорошо, но явно не ему транспортное средство. Знаете, значит, и, да, значит, так вот, значит, и зажило у него хорошо, с первого раза все зажило, вот, значит, он снова гонял на мотоциклах, ходил в школу, все нормально было. Но, когда дело дошло до стимков, здесь уже было очевидное, но невероятное. Не только следы от новых переломов исчезли, туда-то бесследно, но и следа от старого перелома не было. И вот в моем присутствии, следовательно, позвучало от врача такое, потом я тоже для себя зафиксировал, что, значит, что как бы у него не зажило в первый раз тогда хорошо, но на снимке должен быть следа от старого перелома обязательно. Не бывает бешеного срастания костей, он объяснил так вот. Потом были другие врачи, уже вечером, я с теми уже не знакомился, не знал, кто это такие. Да и ни до кого мне было, честно говоря, я сам в таком еще в стрессе. Вот, значит, вот те врачи, они все подтвердили. То есть, повторно делали все снимки, все перепроверяли, и все показало, что он полностью, ну, новый человек, просто и все. Лишь одну проблему нашли они в нем, но она им, врачам, показалась никак не связанной с ДТП, а для меня это как раз было одно из подтверждений некоторых, что все-таки было воскрешение. Потому что в нем не нашли пищи, как будто он давно не ел. Да, значит, не просто день или два или три, а давно не ел вообще. С его слов же, он утверждал, что утром хорошо позавтракал. Значит, и судя по тому, что он рассказал, врачи сказали, и младшим их персоналом, если мы больше общались, медсестры, санитарки, потом, они как, ну, врать ему смысла вроде нету, как бы, и судя по тому, что он описал, он съел, ну, как мужик здоровый, как бы. А я еще понял, почему. Потому что, значит, предполагался один прием пищи, и он потом должен был там весь день и ночь, как бы, сам по себе быть. Поэтому он наелся он хорошо. Но куда у него все это делось? Расспрашивали, какой у него стул там, говорю, на нем словом, все нормально, у него ничего, нет, он не индигу туалетный какой-то. Знаете, у него все обычно, как у человека, как бы, не как птица там, и, то есть, ну, как, понимаете ли, значит, но и там кишки всякие, там, у него должно быть какая-то пища, там, днем. Но врачи не могли понять, в чем дело. Ну, я помню, для меня это еще было одно подтверждение, что все-таки было воскрешение. Ну, и милиционеры тоже, по месту этого происшествия, однозначно говорили, летальный исход, но, как бы, о, оказался он живой. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, это был случай, когда в воскрешении мы повернули домой, ехали обратно, я, жена, детки, и, знаете, когда я ехал обратно, я слышал голос. Знаете, я не псих, я не слышал голосов, значит, и хотя, как и все верующие, я могу сказать, что да, Бог говорит мою жизнь через слово, и бывает, что во сне, бывает, что даже в яве, но как будто мысль такая появляется, но я понимаю, что это Бог говорит мою жизнь. Но тогда, 15 лет назад, произошло то, что не было до того в моей жизни никогда, и после того, этих 15 лет, ничего такого индуиста в моей жизни не было. Я слышал громкий голос, как будто в машине резко включили громкую музыку. Я был на все сто убежден, что жена все это слышит, конечно же, я понимал, что это слышно далеко за машиной моей, но самое интересное, на другой день мы общаемся, когда я узнал, что жена ничего не слышала, никакого дополнительного даже слуха, шума не слышала, ничего в машине. Я был изумлен, но я слышал четко, очень громко, три раза, одно и то же, это был вопрос. Мне бы кто ответил на мои вопросы, представляете, он вопросом на все мои вопросы. Три раза, одно и то же я слышал громко, но я не мог ответить ему. Он сказал, ты это видел, только громко. Я ничего не мог ему сказать абсолютно, только да, да, Господи, как-то так. Где язык, когда он нужен, вот. Ну ладно, значит, не что там, ну, спасибо там хотя бы, знаете ли, вообще вот. Думаю, ну ладно. Значит, ну самое интересное, три раза одно и то же я слышал, а потом, третий раз, я вообще не мог ничего, даже полуслова сказать в ответ. И голос этот продолжил, спросив меня третий раз то же самое, он сказал дальше следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И куда он ушел, а тут вот пришел. И, дамы и господа, братья и сестры, потом я ехал еще долго, еще часа полтора, не меньше, был за рулем, но не было голоса никакого, ничего абсолютно. Но, была моя мысль, которая назойлива, навязчива, одно и то же, но приятно. Из Библии одно и то же мне напоминало. Эта мысль одна и та же крутилась в голове моей, не прекращаюсь. Я есмь воскресенье. Десятки раз, одна и та же мысль. Одна и та же мысль. Я есмь воскресенье. Я есмь воскресенье. Потом я иду дальше, мысль продолжается так. Я есмь воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Только об этом могу думать. Я о чем-то думал. Захвачен был этой мыслью. А потом, нет удачи, там один поворот есть, ты съезжаешь уже прямо от трассы. Этот поворот я на всю жизнь запомнил. Я проезжал столько раз, и знаете, вот как бы сердце кровью обливалось на этом повороте. Потому что, когда съезжал уже на трассу, мысль продолжилась потрясающим образом таким. И верующий в меня, даже если умрет. Даже если, да? Но так приятно было, что мысль вот так именно была. Даже если умрет, оживет. Ой, да так приятно. И оно продолжалось, продолжалось долгое время. Эта мысль пока в город не ехали. И знаете, прошло время, после того тоже были чудеса, конечно, и воскрешение мертвых, и исцеление больных. Но тот случай, и поэтому и вам говорю, для Бога нет разницы, что совершать. Он живой Бог, и Он совершает. Не буду ваше внимание Бога задерживать, но скажу, что Он есть действительно воскресение и жизнь. Он есть воскресение и жизнь наша. И верующий в Него, даже если умрет, оживет. И сила воскресения Христа действует в нас, верующих. Действует особенно удивительным образом в жизни каждого из нас. Каким-то умным не постежимым человеческим образом. Только небесным, Христовым умом, понятным образом действует. Слава Богу. И, друзья, пусть Господь благословит. Я понимаю, что реформация дело невозможное по-человечески, но возможное Богу. Богу все возможно. Невозможным человеком возможно Богу. И пусть сегодня вот этими словами Бог благословит вас. Воскресение и жизнь. Это Сам Христос, и Он в нас, верующих. И уходя... Хочу завершить таким тоже. Напустим. Пусть это все... Вот сегодня, о чем говорил, пусть это все запечатлеется Духом Святым. В нас, верующих. Уходя, Иисус... Знаете, вот говорил некоторые слова очень важные. И вот, среди прочих, Он сказал, что кто будет веровать в Него, да, и крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И, знаете, баптизо, переведенное как крещение, да, баптизо, опять-таки, в современном греческом языке означает окунание, погружение. Но, оказывается, в старом греческом, в коне, в котором написано было, на котором написано был Новый Завет, оно означало немного иное. 我跟你講, тоже включало в себя погружение, окунание, но... Не окунание, но погружение и там пребывание. Если в современном греческом имеется ввиду погружение и... Как окунание, тут же поднимание, да, из воды, то в старом означало погружение и там пребывание. И, кстати, именно в таком значении это слово использовалось в атичной элленской литературе. Исторический факт. За 300 лет, еще до нашей эры даже, в литературе атичной, именно так использовалось это слово. никак иначе. И, дамы и господа, и больше того, после написания Нового Завета еще 200-300 и больше даже лет это слово именно так использовалось. Только лишь в раннее средневековье произошло некоторое изменение языка, и вот в частности Баптизу стало означать именно как временное окунание, частичное окунание, или просто обмануться. И вот в эллинской литературе Баптизу используется, вы сейчас поймете, в чем секрет, использовалось в двух случаях в литературе, помимо Евангелия, для описания соления огурцов и прокраски брани. Все. Любите огурчики соленые? А молосол любите? А молосол ей свои прелестки, согласен, да? Значит, молосол, чем он прелестен? Чтобы он сохраняет элементы свежести, но на шкурке уже соль, да? И вот сочетание соленостки и свежести создает незабываемый такой букет, какой-то так аромат. Если есть более хорошие огурцы и правильная просолочка, то это просто шедевр мулинарный. И греки тоже любили молосол, но самое интересное, слово «баптизу» к молосолу не относилось. Интересно, да? Когда на шкурочке только солен. Нет, они относили «баптизу» к тем огурцам, которые прошли просолку полностью и имели соль внутрь себя уже. То есть они просолились. И в этот рассол, так что товарищ огурцы и огурчики, с грядки этого мира, Бог срывает нас из грядки прямо в катке. И там у него все, и перчик, и чесночок, и соль, и все, в рассоле Божьем, да, пропитываемся. Так что, ну, а от огурца что требуется? Не дергайся. Расслабься. И все, в принципе, от тебя много не требуется вообще. Просто расслабься все. Расслабься. И все. А Бог все сделал. Главное, не дергайся. Будешь высовываться из рассола, ну, не просоришься. Ну, вообще, это как беда. Вот, значит, будь послушным огурцом. Как на огороде рос, как бы, будь послушным. Но там хочешь не хочешь. А здесь в рассол попал, не дергайся. Расслабься и просалимся. Вот, значит, и когда Бог внутрь тебя проходит и просаливает тебя, ты становишься солью сам. И когда там уже, там, готовый, допустим, да, значит, винегрет, к примеру, да, даже не нужно солить специально. Если есть риска соленых, соленых огурцов, милое дело, порезал, перемешал, и все будет соленым. Пусть в Коломне будет много огурчиков соленых таких, чтобы в блюде этого города было вкусно. Знаете ли, чтобы Господь так попробовал, эх, что-то не хватает. Нет, он сказал. О, это хорошее блюдо. Да, значит, чтобы здесь все перемешалось. Действительно, и чтобы мы осоляли этот город. Слава Богу. Вот, и это и самим огурцам нужно, и тем, кто вокруг нас, это очень важно. Поэтому, дамы и господа, братья и сестры, пусть Христос, умерший, законный для нас, проливший свою кровь и воскресший воистину измерт, ради нашего оправдания, Он пропитает нас собой. Уверовав, погружаемся в Него и пропитываемся им. И Он совершает то, что Он хочет через нас, верующих. Благоставляю вас словами, в завершение, словами из Гиблии, из четвертой книги Моисея, из числа. В шестой главе, в конце шестой главы есть слова благословения, три стиха. Мудрецы, наверное, не говорили, тот же самый шаман учитель говорил, что это три стиха, которые изменили мир. Я верю тому. Чарльз Старджин, кстати, об этом тоже говорил, что эти действительно, когда он сравнил еще сердца человеческие, тогда, значит, описывает это благословение, с глиной и с воском. И он сказал своим ученикам, друзья, сердца эти похожи на ощупь, на все, порой на глину и на воск. Но когда это в полмраке, полуцве, это одно. Но когда это все выносится на жар, в солнцепек, то меняется, глина в камень превращается. И чем ближе солнце, тем оно более каменее. А воск плавится. И чтобы Бог не поразил земли, проклятся, Он не хочет пропасть. Просто те, кто уже иные, не Его, они ожесточаются от Его пришествия. И чем дальше, тем больше ожесточения происходит. Но те, кто Его, они плавятся от Его славы, от Его любви. Так что, те, кто Господни, будем прославлять Его. И пою благословение на вас этих слов на русском языке и на еврейском. Еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Мшиах, сам Мессия. Да и не только потому, знаете. В этом благословении, ну ладно, не буду всего рассказывать, пусть будет интрига небольшая. Скажу, вы сейчас прочувствуйте это со шкуры себе. Инотром. В этом благословении есть тайна. Давайте ставим все. В этом благословении есть тайна. 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 Женщик. В этом благословении есть тайна. Свое на Тебя и даст Тебе мир. Повещаем Иешуа Машихейдум во имя Иисуса Христа Преси. Бог Авраама, Исаака и Якова, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, благослови народ свой мир, благослови землю землю, благослови Коломну, благослови Московскую область, землю Москвы, благослови Господь Всю Россию по богатой своей милости во имя Иисуса. Христа, благослови всех верных, благослови святых своих детей, Боже, благослови братьев и сестер их, благослови Боже, благослови, Ты сказал, кто уверует в Тебя и погрузится в Тебя и пропитается Тобою, спасен. Отец, я благодарен Тебе за спасение Твое, дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. И я знаю и верую, что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Ты Бог и един посредник между Тобою, Богом Святым и нами, всеми людьми. Ты человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Благодарю Тебя, что Ты протянул руку спасения, примирившись во Христе со всеми нами. Ты первым попросил прощения самим действием. Ты примирился с нами во Христе, не вменяя людям, нам, всем, преступлений наших. Благодарен Тебе, Господь, за жизнь, дар Твой. Спасибо. И пусть Господь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Общение Святого Духа всегда пребывает со всеми нами и со всеми святыми. Аминь. Аплодисменты Отцу, Сынам, Иисусу, 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 Иисусу. Спасибо, Сергей Юрьевич. Поздать славу Богу. Давайте мы присядем буквально пару минут. И мы не заканчиваем богослужение, пока не даем человеку. Если ты находишься сейчас не в мире с Богом, если ты пришел сюда впервые и посмотрел, и тебя коснулось это слово, коснулось сердце твоего, то именно сейчас, именно здесь, сегодня день спасения, сегодня ты здесь просто так, и если ты находишься в таком состоянии, нету мира с Богом, ты не знаешь его, это то время, когда мы можем прочитать, я помогу эту молитву. это именно та молитва, которая дает первый шаг, и ты берешь этот огурец и помещаешься в эту почву. И это первый шаг. Если ты не читал эту молитву, то ты можешь поднять руку, и мы поможем все вместе. Все вместе с Богом. Все вместе с Богом. Слава, слава, слава Господу нашему, Иисусу Христу. Вы знаете, размышляя над словом, действительно, Господь взял каждого из нас, и сейчас Он производит работу с каждым из нас. Вы знаете, наверное, очень важно слышать Духа Святого, и слышать этот голос внутри тебя, который говорит тебе сейчас. Не протився. Телефон доверия мы видим на экране. Это тот номер телефона, на который ты можешь звонить, если у тебя есть какие-то нужды, и церковь подключится, и мы будем вместе молиться. Также каждую субботу у нас проходит служение на кормигалотном. Каждый четверг и каждую субботу. Если есть в твоем сердце это желание, желание служить этим людям, кормить их, ты можешь подойти к Константину и как-то вместе поехать, помолиться за этих людей, посмотреть. Это то, что Господь Иисус сказал нам делать. Он говорит, если вы послужили этим людям, то вы послужили мне. Если вы видели голодного человека и накормили, Иисус говорит, то вы накормили меня. Среди недели также проходят домашние группы. Кто еще не посещает домашнюю группу, вы можете подойти ко мне и после услужения мы посмотрим, где вам удобнее, потому что мы должны требовать в общении. Это очень важно. Если у кого-то есть молитвенная нужда, вы также можете подойти сюда на первый ряд и мы помолимся. И также на первом этаже в малом зале у нас Дон Матфея, чай, кофе. Давайте общаться. Давайте быть вместе, в единстве. Обязательно познакомься с кем, может, кого ты первый раз видишь, подружись, пригласи в гости. Давайте еще поднимемся буквально на одну минуту. Господь, во имя Иисуса Христа благослови каждого, Господь, человека, кто находится здесь, Боже. Также молюсь о близких, о родных, о людях, Господь, Боже, чтобы в это время, Господь, также уже они имели мир с Тобой, чтобы каждый из них принял в Тебя. Аминь, аминь.